Режим Device Firmware Update и режим восстановления на iPhone Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня с вами ESS Smart и в этом видео мы рассмотрим Режим Device Firmware Update и режим восстановления Recovery Mode Чем же они отличаются? На телефонах iPhone Восстановить рабочее состояние iPhone можно в любой ситуации Конечно, если причина поломки программная Для этого предусмотрен режим восстановления, в число которых входит ДФУ режим Recovery Mode Режим восстановления Recovery Mode Режим предназначен для Восстановления рабочего состояния iOS При возникновении программных сбоев, повлекших отключение аппарата и невозможность его загрузки в нормальном режиме В процессе восстановления выполняется Проверка целостности файловой системы Командно сброс контента и настроек Обновление iOS до актуальной версии В процессе обновления выполняется Проверка целостности файловой системы Прошивка дополнительных модулей, если это необходимо Прошивка системных разделов Для чего необходим Recovery Mode Режим восстановления используется тогда, когда гаджет не может загрузиться в нормальном режиме Дисплей не подает признаков жизни Аппарат не реагирует на нажатие кнопок управления Как войти в режим восстановления? Подключите ваш девайс при помощи USB кабеля к компьютеру Полностью отключаем устройство Нажмите и удерживайте кнопку Home Клавишу домой Центральную клавишу домой Удерживайте кнопку Home Нажатые На экране аппарата появится изображение с иконкой iTunes и штатным USB кабелем Это и будет подтверждение того, что девайс загрузен в Recovery Mode Запустите iTunes Убедитесь в том, что устройство загружено в режиме восстановления Выйти из режима восстановления проще, чем его включить Для этого необходимо перезагрузить телефон обычным способом Коротким нажатием все той же Power вновь включите Дождитесь загрузки устройства в нормальном режиме Что такое Default режим? Для чего он нужен? Как войти в Default режим? Device Firmware Update Это режим обновления прошивки устройства Относится к аварийным режимам и распознается iTunes При подключении iPhone к компьютеру при помощи USB кабеля Как режим восстановления Отличается от режима восстановления Что в данном режиме аппарат не подает видимых признаков жизни Не работают кнопки управления Нет изображения на дисплее В этом режиме девайс работает без загрузки оболочек операционной системы Поэтому на дисплей iPhone не видно картинки Аппарат никак не реагирует на нажатие кнопки Power и Home По отдельности Default это особый режим предназначенный для полной переустановки прошивки вашего устройства В процессе переустановки через Default на девайсе выполняется Прошивка загрузчика Старт загрузчика Прошивка всех дополнительных модулей Создание разделов файловой системы Прошивка системных разделов Многие путают ДФУ мод и Рекавери мод Режим восстановления В Рекавери мод на экране изображены USB шнур и значок iTunes В режиме ДФУ на экране нет никаких опознавательных знаков Экран полностью черный Разница ДФУ и Рекавери мод состоит что используется принципиально разный подход к восстановлению Как войти в режим ДФУ? Подключите устройство исправным кабелем к компьютеру Выключите ваш телефон Приготовьтесь к отчету времени Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Домой Home Центральную клавишу В нижней части лицевой панели И кнопки Power На верхнем торце Удерживайте кнопки нажатыми 10 секунд 10 секунд отсчитали Отпустите кнопку Power На верхнем торце Продолжая удерживать кнопку Домой В нижней части В лицевой панели Держите клавишу Домой Пока iTunes не определит новое устройство В режиме восстановления Примерно 10-20 секунд Теперь можно спокойно прошивать свое устройство Для восстановления на актуальную версию iOS Просто соглашайтесь с предложением мастера iTunes самостоятельно скачает прошивку И проведет все необходимые манипуляции Выйти из режима восстановления Device Finware Update Для этого необходимо перезагрузить Телефон обычным способом Одновременно нажмите и удерживайте кнопку Домой и кнопки Power На iPhone 7 вместо кнопки Home Используем клавишу уменьшения громкости Подпишись, подпишись Мой друг на мой канал, ты подпишись И поставь ты мне лайк Если видео тебе понравилось Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok